Всем привет! Меня зовут Надежда. Я рада приветствовать вас на своем канале Зеленая Жизнь. Сегодня 25 ноября 2022 года и сегодня ровно две недели, как начался у нас марафон с семенами адениумов из оазиса с Людмилой. Давайте посмотрим, что у меня там происходит, как себя чувствуют семена. Сейчас я открою вместе с вами и давайте посмотрим. В общем, так, что мы видим? Температура 32 на коврике, а также, конечно же, у нас изменения. Изменения в чем? У нас нет одного контейнера. Да, у нас его нет. Этот большой контейнер, я не вижу в нем смысла, потому что в нем сидели семена 50 штук обычного абесума. И там было их совсем мало, поэтому я их скомпоновала и составила в три контейнера. И давайте по порядку их посмотрим, как они себя чувствуют. Маленечко назад. Сейчас я их достану и мы с вами начнем их смотреть. Итак, самый первый контейнер вообще это контейнер, где у меня стояли арабикумы. Арабикумы. И вот так это все сейчас выглядит. Посмотрите, где опознавательный знак, это вот этот беленький крючок, как вы видите. И он говорит нам только о том, что вот в этой ячейке два, как раз всего два семечка, это и есть арабикум. Все остальное это у нас семена абесум. Вот, посмотрите, как они себя чувствуют. Осталось у меня их немного. Скажу так, я их, я оставила самые-самые-самые, которые жизнеспособные. Вот, единственное, что меня беспокоит, вот это семечко, у которого два верхних листика идут у нас светлого цвета. То есть я буду за ним наблюдать, вот, если это не жизнеспособно, не будет развиваться, то есть я с ним разговаривать долго точно не буду. Как видите, я их попересаживала, и они сидят заглубленные, то есть я их маленечко, конечно же, заглубила. Вот, так они, конечно, торчком стояли. Вот как вот эти два арабикума, вот таким образом они у меня и стояли. Вот, довольно-таки симпатичные. У меня всего один арабикум, теперь у меня еще, если все будет нормально, то еще плюс два. Так, дальше. Дальше, дальше. Здесь у нас Таиса Катранум. Я не знаю, правильно я называю или нет, но как-то так. Вот три семечка, они были три семечка, они есть на месте. Никуда не делись, но сказать, что у них какой-то бурный-бурный рост, я бы не сказала. Посмотрите, то есть у них по два листочка, вот. Ну, если только вот этот еще посмотреть, да, что у него, получается, вышли еще два листочка. Вот так вот, вот видите. Ну, сами по себе такие они толстенькие, симпатичненькие. Все с ними более или менее хорошо. Вот, и последняя у нас команда, вот, которая изначально меня очень-очень не радовала, сомалийцы. Вот. Все они на месте, никто не выбыл за это время. Ну, и как такового сильного бурного роста, я за ними вот так, знаете, то есть получается они... Мое ощущение такое, то есть они сначала стартанули, а теперь они как бы то ли набирают, то есть корневую, то ли что. То есть как-то так. Так, я тоже думаю, что, по идее, на данный момент они выглядят довольно-таки неплохо. Листики у них уже появились уже на два-четыре, по четыре листика, даже вот это какой-то, да, вот, самым по себе небольшой. Ну, они мне очень нравятся. Даже несмотря вот на это вот, вот такой вот, он худенький. Их я не трогала, то есть получается из всех семян я пересадила только обесумы. Не то, потому что, ну, на самом деле, да, то есть они сидели все, вот, ну, как все, нет там сколько семечек-то, их на самом деле немного. И вот они у меня сидели вот в таком большом контейнере. А туда, то есть я поставила, видите, там мои прививочки стоят. То есть у меня сверху место освободилось, там стали у меня мои прививки, точнее купленные прививки, да, они сейчас должны зацветать, я их показывала. То есть там место посвободнее стало и свои прививки, которые я сама делала, поставила вниз. А тут три контейнера, то есть вот они стоят. Вот, ребят, две недели. Две недели, я считаю, полет нормальный. Вот, вчера смотрела отчет у Людмилы на канале Уазис Миссис Смит. Вот, то есть она, кстати, сказала о том, что она свои адениумы ничем не подкармливала. Я тоже, я свои ничем не подкармливала. Как бы я считаю, что на этом этапе это еще очень рано чем-то их подкармливать. А у них еще не особо-то нормальный корневой, нет, я думаю, что можно еще подождать. Точно, ну вот точно недельки две, будет им месяц, и там уже можно будет, да, начинать думать о каких-то подкормках. Вот, когда я уже спокойно вот буду снимать, то есть у них вот эти колпачки, сейчас они целый день в них, то есть сверху у них крышечка. Я открываю с утра, пока там бегу, чем-то занимаюсь своими делами. Минут 10-15 они стоят проветриваться, потом я закрываю, и я даже вечером их не открываю. То есть они вот так вот целые сутки дальше и стоят при температуре, ну вот вы видели, да, 30 с копейками. А вот, то есть вниз я подливаю просто в воду. То есть не сверху даже поливаю, да, а просто вот эти вот нижние поднимаю и наливаю туда воду. Таким образом, чтобы снизу шло еще, как бы, влажность, увлажнение, и не более того. Вот, скажем так, на этой стадии, ну, нет никаких хлопот с ними. Утром только проветрил, и все. Так что три контейнера почти полных, ну, единственное, что вот здесь вот, да, у меня три семечка, три ячейки у меня здесь абсолютно свободны, вот. Ну, ничего страшного, как говорится. Вот тут полняком. И вот тут как бы все хорошо. Ну, вот такие у меня дела сегодня. Короткое включение буквально, да, просто, просто отчет. Прошло две недели, вот такие дела. Пишите комментарии. Ну, как, сегодня же у нас пятница? Пятница? Ну, конечно, пятница. Ребят, я желаю вам классного вечера. Поздравляю с началом выходных. До новых встреч. Пока-пока. Пишите комментарии. Пока-пока. Пока-пока. Делай и да. Тихо. Продолжение следует...